Итак, в этом видео я покажу, как перейти с бесплатного Elementor конструктора страниц на платную Pro-версию. Как это сделать? Это уже, я полагаю, сознательный выбор. Я надеюсь, вы посмотрели бесплатную серию уроку базового мини-сериала про бесплатный Elementor. Посмотрели его, пощупали. И я надеюсь, сознательный выбор вы должны понимать, что вам действительно не хватает каких-то платных опций. Если вы хотите по каким-то другим причинам изучить Pro-версию Elementor и готовы купить платную версию плагина для своего сайта. Мы с вами в бесплатной версии создали целый лендинг-пейдж. Соответственно, я буду показывать именно, как на этот сайт переехать с бесплатного Elementor на Pro-версию. И давайте посмотрим, с чего нам начать. Конечно, во-первых, с админки нашего сайта перейти в плагины напротив Elementor. Есть здесь ссылочка «Перейти на Pro». Да и в самом конструкторе, там в некоторых местах, где Pro-функции скрыты, там тоже есть кнопка «Перейти на Pro». Но я покажу, как это сделать официально через сайт Elementor. Зарегистрируемся там и попробуем обновиться прямо на наш рабочий сайт до Pro-версии. Кто не знает, сайт официальный Elementor.com. Я на этот сайт перешел с браузера Chrome. Кто не знает, этот браузер автоматически переводит сайт на русский язык. Кто также не знает английский, здесь удобно будет смотреть. Не буду рассказывать о самом сайте ихнем. Здесь и так все понятно. Они рекламируют свой плагин. Мы уже сознательно сейчас приобретаем Pro-версию, поэтому я не буду рассказывать о прелестях этого плагина. Вы сами уже должны понимать. В самом низу лендинга здесь вот есть «Перейти к Pro». Кликаем сюда и давайте сначала разберемся с торительными планами. Если вы себе делаете сайт для своего бизнеса, у вас один сайт, вам ничего как бы больше не нужно, то вы только рассматривайте личный за 49 долларов. Здесь это написано «За один сайт». Скорее всего придет привязка домену. Я сам еще не знаю, сейчас вместе будем смотреть. Но раз это пишут, значит, скорее всего, здесь есть некое ограничение. Нельзя будет использовать купленную вами вот эту версию личной на нескольких сайтах. Вы должны это понимать. Ну, здесь уже то, что в тарифном плане, я думаю, здесь все понятно. Также это и в других тарифных планах те же самые плюшки. То есть вы получаете поддержку на один год, а обновление на один год. То есть что произойдет через год? Сайт ваш не перестанет работать. Он абсолютно в том же режиме будет работать. Это самый частый вопрос новичков. Вы не сможете просто после стечения года получать, например, поддержку и не сможете обновляться до новых версий. Но в том же режиме, как он был, он будет работать, и никто у вас этот сайт не отберет. Вы должны это понимать. И обновляться не обязательно сразу. Может пройти целый год еще, прежде чем вы решите, что, возможно, что-то устарело. Например, PHP-версия хостинга выросла, и ваши уже Elementor не поддерживают буквально. Но это может пройти несколько шлет. Но всякие бывают ситуации, сайт может существовать без обновления долгие годы. Желательно, конечно, обновляться раз хотя бы в полгода. То есть у вас год прошел, полгодика вы не оплачивали, не продляли подписку, через полгода продлили. Если у вас речь идет, вы сомневаетесь, возможно, у вас будет несколько сайтов. Вот здесь написано до трех сайтов. То, естественно, этот тариф уже подороже, и здесь будет, возможно, три сайта. Этот мы даже не рассматриваем. Это вариант для тех, кто создает сайты на заказ, много делает сайтов, много заказов на именно WordPress. Естественно, человек покупает тысячи сайтов. Это много. Ему на всю жизнь хватит тарифного плана. Тоже все на год. То не знает, да, как можно быстро посмотреть. Вообще, сколько это в рублях? Вот 49 долларов. Переходим в Яндекс. Прямо в поиске пишите 49 и поставьте значок доллара. Нажмите найти. Яндекс сам посчитает. Видите, прямо вот здесь. Примерно это 3136 рублей. Ну, на год, в принципе, почему бы нет. Если вы занимаетесь бизнесом, если вы можете себе это позволить, я думаю, не такие уж большие деньги, нормальная цена. Естественно, сам процесс, вот именно покупки, оплаты, ну, это как на всех сайтах, я показывать не буду. Так как, ну, мне смысл покупать его нет. Я имею некое сотрудничество с компанией Elementor, и они мне предоставили один купон, один купон на один сайт, только для того, чтобы я смог полностью осветить про-версию, то есть записать курс, который вы сейчас смотрите, для вас, для своих подписчиков. То есть какие-то моменты я покажу, какие-то моменты вам придется самому сделать. Я думаю, это несложно. Оплачивать можно и визой, нашим банком, Сбербанком, PayPal. И на данном этапе, смотрите, я сейчас нажимаю купить сейчас, я буду применять промокод, который мне выделил разработчик. То есть, опять же, смотрите, надо сделать регистрацию простую. Сейчас я тоже с вами зарегистрируюсь, у меня здесь еще аккаунта нет. А потом я введу промокод, а вы, естественно, приобретете себе свою лицензию. Так, я произведу регистрацию вот отсюда. Вот здесь вот мой счет. Дальше вот здесь вот создать аккаунт, маленькая ссылочка. И пишу юзернейм. Итак, я данные ввел, нажимаю регистрация. Я успешно зарегистрировался. На этой странице нам пишут, вы не подписаны ни на какие планы, зайдите на тарифы и приобретите подписку. Нажимаем вот на эту ссылочку. Теперь мы уже зарегистрированы. Теперь я выбираю купить сейчас. Два варианта, смотрите, оплаты. Вот видите, кредитная карта. Здесь надо выбрать либо PayPal. Вот, и заполнять данные. Если вдруг у вас тоже будет какой-то купон, может быть со скидкой, то купон вводится вот здесь вот. Маленькая ссылочка, кликайте, и вот здесь вот вводите купон, и потом нажимаете на кнопку «Apply» «Применить». Я ввожу свой купон и нажимаю «Apply». И в моем случае, видите, вот здесь вот написано, то есть полностью бесплатный. Но это только в моем случае. Естественно, такой купон никто вам не выдаст. Это эксклюзивно только для меня, потому что у меня некое сотрудничество с разработчиками. Я спускаюсь ниже и нажимаю вот на эту большую зеленую кнопку. После обновится страница, когда вы оплатите, у вас будет такая же примерно страница. Подтверждение покупки. Спасибо за покупку. И тут ниже у вас будет лицензионный ключ. Скорее всего, его надо будет ввести в настройках Elementor на том домене, а где у вас сайт. И это одиночный ключ, так скажем, для одного домена. Также на почту вам придет вот такого рода письмо от Elementor на ту почту, которую у вас тут при регистрации на сайте Elementor.com. Итак, что мы делаем дальше? Мы переходим в админку нашего сайта, переходим в плагины, видим наш бесплатный Elementor и нажимаем здесь на ссылку «Перейти на Pro». Вас перебросит на сайт «Разработчика» в аккаунт, где вы только что зарегистрировались. Здесь будет такая картина. Так как мы перешли с сайта, в самом низу есть активировать веб-сайт. И ноль показан, то есть не активирован еще ни один сайт. Нажимаю я вот на эту кнопку и как раз-таки здесь нам нужно, так сказать, зарегистрировать сайт на нашу вот эту единственную лицензию. То есть будьте внимательны, чтобы этот сайт был не какой-то демо-сайт, а рабочий сайт. То есть вот мы на этом сайте будем делать. У меня это под домен. Я его копирую в полный адрес и вот здесь вот проставляю. Вот так вы проставляете свой домен. И нажимаю «Add Site». То есть добавить сайт. Также они дают возможность деактивировать сайт, кликнув вот по этой ссылочке. Я так понимаю, отозвать лицензию с этого домена. Ну не знаю, ни разу не пробовал. Не знаю, как бы, зачем это нужно. В любом случае, если вы ошиблись, например, и потом захотели поменять домен, вообще сайт, думаю, что в техподдержку можно обратиться, сказать, вот я тот сайт не буду использовать, я переезжаю на другой домен. Я думаю, они это поймут. И если это здесь в админке нельзя будет сделать, они вам помогут, скорее всего, переехать на новый сайт. Далее на этой странице мы нажимаем на кнопку «Download Plugin». Сайт грузится. И сейчас будем скачивать именно Pro-версию на компьютер, а потом загрузим ее на сайт. Вот всплывает окно. Видим здесь Elementor Pro. На момент записи 2.6.5 версия. Скачиваю ее на компьютер. Далее переходим в админку нашего сайта и установим поверх Pro-версию на нашу бесплатную версию. То есть это плагины. Добавить новый. Здесь мы выбираем «Загрузить плагин». Выбрать с компьютера. Нахожу его здесь. Весит 1.05 мегабайта. Открыть и установить. Извлечение файлов. Установка плагина. Плагин успешно установлен. Активировать. Что мы видим с вами на странице плагинов? Вот такую картину. Elementor. Наш плагин бесплатный. и Elementor Pro. Чтобы вас не смущалась ситуация, здесь это так работает. То есть удалять Elementor бесплатную ни в коем случае не надо. Об этом даже в часто задаваемых вопросах на странице разработчика написано «Запуск как Elementor бесплатный, так и Elementor Pro плагинов». И здесь идет ответ. Если я приобрету Elementor Pro, должен ли я удалить плагин free, то есть бесплатный, после установки плагина Elementor Pro версии? И вот они отвечают. Вы не должны удалять бесплатный плагин Elementor Pro. Это дополнение к бесплатной версии. Плагин Elementor Pro не может функционировать без бесплатного плагина. То есть черному по белому здесь прямо вот четко описано. Просто в плагинах они здесь будут два висеть. Но вот здесь вот Elementor у нас папка получается одна. И сейчас мы позже посмотрим на страницы. Все дополнительные плюшки, вот эти дополнительные аддоны, которые идут в Pro версии, мы увидим как бы в одном Elementor вот здесь вот. Например, ну если перейдем в страницы, сейчас чуть позже посмотрим. Давайте сначала с активацией разберемся. Вот здесь у вас скорее всего будет вот такое же вот сообщение с кнопкой типа «Законнектиться», «Активировать». Давайте на нее нажмем. Так как мы на странице здесь уже добавляли сайт, здесь у меня вот такая вот страница, что сайт мой добавлен. Нажимаю «Коннект». Здесь у нас написано, что мы активировали наш сайт. Также здесь вот смотрите Elementor, в самом низу есть лицензия, то есть вот такой пункт. Он здесь появляется только когда Pro версию мы с вами ставим. То есть находясь вот на ней, это он и есть, вот этот пункт, вот он. То есть в принципе ничего делать не надо, мы с вами Elementor уже активировали. Это также видно, если мы после этого нажмем «Плагины», у вас должно быть написано, вот здесь переводится как «Лицензия успешно активирована». Все, эти вкладки можно закрывать. И теперь самое интересное. Переходим с вами в страницы. Первый взгляд на Pro версию. Перехожу редактор в Elementor. Как только мы Pro версию добавляем, вот видите, вот здесь вот добавляется пометочка «Про» в плагинах. И вот они все идут. Это все, что в платных, в платной версии Pro, это то, что мы будем проходить в данном видеокурсе. То есть у нас сейчас полностью коммерческая версия. Вот даже можно проверить, если перейти в какую-то строку. Расширенный, Custom KSS. Видите, вот это поле, оно было только для Pro версии, а сейчас это поле открыто, где мы можем произвольный KSS код писать, но это уже для программистов. На этом видео я заканчиваю. В этом видео была цель показать именно, как это работает вообще изнутри, как ставится Pro версия плагина, и как это все активируется. И увидимся с вами в следующем видео.